ДИСКЛЕЙМЕР Ла-ла-ла, соединения и там подобное Всякое пятое-десятое Я накупил Небольшую кучку инструментов В местном дешевом магазине Который все знают Фирма Мастер Хэн Называется И сегодня Так, ладно Первым делом я, пожалуй, включу паяльник Точнее, клевой пистолет Чтобы в процессе мы пока тестим Остальное могли им воспользоваться Вот, так что я хочу сказать На самом деле Когда Постоянно используешь инструменты Появляется некая тактика То есть тебе нужна новая отвертка, например Ты думаешь Хм, она мне вот не сильно нужна на самом деле Но Я ей буду периодически пользоваться И вот встает вопрос Купить дешевок, блять Здесь даже нет, короче, этой штучки Чтобы поставить Или она была в комплекте? Нет, ее нету в комплекте Здесь должна быть на нормальных пистолетах такая проволочка, чтобы ты мог его поставить, чтобы он вот так вот не делал Ладно, не важно, пока мы его включим Пусть стоит, греется Так вот, ты думаешь, купить нормальное или купить дерьмовое? Мне все равно не очень часто надо Я в последнее время начал замечать за собой некоторую такую расточительность В плане того, что я лучше куплю охуительные инструменты и буду пользоваться им с удовольствием То есть каждый, весь процесс будет приносить мне удовольствие в плане эстетики и вообще Так, первым делом у нас пройдет молоток Молоток пройдет Блядь, ручка вот так Сама башка... А, он крутится Что ж, прекрасно, прекрасно, хорошо Давайте посмотрим, как он вообще будет, он забивать гвозди этот молоток Гвозди сколько тут? Сантиметра 4, 40 миллиметров Так, один гвоздь есть Я еще раз повторюсь, все инструменты здесь по 50 рублей, фиксированная цена 55, сколько там? 50, не суть, не важно Почти доллар Вот Так же молоток этот... Ну же, а то еще за меня Сука Ну вот, собственно, результат Осталось примерно 2 сантиметра Точнее, ровно 2 сантиметра Молоток у нас прошел тест полтора гвоздя Полтора гвоздя за 55 рублей Отличный результат, как мне кажется Пойдем дальше Нет, ладно, давайте Одну сторону молотка мы протестировали На ней даже слепят гвоздь и остались Починим молоток Попробуем забить гвоздь дальше Блять, просто ужас какой-то Еще на пол гвоздя его хватило И посмотрим, как он будет в качестве гвоздодера Вы себя чувствуете Слушайте, как нормально Гвоздодер из него еще более-менее Я думаю, если вклеить эту голову на что-нибудь, что выдержит Чуть больше, чем полтора гвоздя Можно будет выдергивать маленькие гвоздики С его помощью, пока он не лопнет Блять, он не пацаник крутится Так, еще один гвоздь Ладно, гвоздодер прошел Не треснул за 50 рублей Какой здесь сплав, я даже боюсь представлять Мне кажется КМ, какая-то сталь, какая-то нашли Либо сплав говна с картоном Так, ладно Повеселил Идем дальше Набор бит с рукояткой и переходником Одиннадцать штук Для бит нам понадобится Пара саморезов Небольших Секундочку, пожалуйста Пара небольших саморезов Попробуем эту отвертку закрутить Так, что у нас здесь есть? Одиннадцать штук Одиннадцать Здесь их Четыре, пять Здесь их двенадцать Или-то они имели ввиду один переходник Один, наверное, переходник на головке Так, ладно Головки я не буду проверять Потому что и так понятно Что они через какое-то время слижутся Четыре миллиметра Да и болтов у меня их проверить В данный момент нет Ну, вроде как Так вот вставляется И вот этот переходник даже похож Похож на какой-то Нормальный сплав Хотя по цвету Хотя отлит он дерьмово уже сразу видно Ну хорошо, хоть шарик работает Это не может не радовать Так, ладно Переходники мы не будем мучить Может быть даже пригодится мне это дерьмо потом Так, вот здесь Звездочки Два этих Размера звездочек Где-то на четыре миллиметра И на три Или на четыре Или на пять И на пять Хрен пойми Но отлиты они совершенно дерьмово Здесь Усел Метал Усадка произошла В процессе Я не знаю Литья Штамповки Как их делают Вообще не представляю Короче говоря Очень дерьмово У меня таких Саморезов К сожалению Тоже нет Поэтому проверять Мы их уже не будем Так В целом Что я могу сказать В целом Об этой Замечательнейшей Отвертке Пластик Похож на то Что его переплавляли Из каких-то детских игрушек Или вообще Такого цвета Обычно Какой-то пластик АБС Который Стойкий К ударам И довольно-таки Прочный Но здесь Я сомневаюсь Что Какое-то Сходство Имеет с этим Пластиком Поэтому Это скорее всего Переработка Опять же Из какого-то Говна Так Значит Вот у нас Один PH1 Битка А здесь у нас Саморезы Тоже PH1 Я не пойму Что-то между PH1 и PH2 Ладно Хрен с ним Если мы покупаем Набор бит Набор вот такой За 50 рублей Мы будем крутить Стопудово Самые стандартные Саморезы Или винты Ну То что она Вот шатается Вот так вот Там есть какой-то Магнитный держатель Она не выпадает Что очень странно Даже Очень качественно Выполнена Вы сами Это видите Вот Если мы покупаем Такой набор Мы будем крутить Самые обычные А вот Саморез Уже с нее Слетает Самые обычные Саморезы А самые обычные Это PH2 Давайте посмотрим Как это происходит Ну Вроде Идет Битка пока что Не слезалась Это брусок сосны Битка не слезалась Но Практически никакого усилия Я не прикладываю В принципе да Нормально Пойдет Уже появились следы На ней Короче говоря Давайте попробуем В шуруповерт Вставить Сможем сейчас Это сделать Конечно же сможем У меня тут есть Подсевший шурик Вот И проверим Я просто не хочу Сейчас ковыряться Долго Мы заценим Насколько ее Хватит Ну вот Собственно Насколько ее Хватило На один саморез При слизывании Шуруповерт Превратил ее В шило Это Не металл Это примерно По консистенции По твердости Точнее Как пластилин Эти битки Ведут себя И с остальными Я уверен Произойдет То же самое Поэтому Спасибо Не надо До свидания Как бы Отвертка Адаптер Пусть живет На шестиграннике А вот это говно Мы сразу просто Берем и выбрасываем Потому что Нервов Блять у меня Уж точно Не хватит На это все Переходник На головке Тоже оставим Итого Получаем мы За 50 рублей 5 головок И переходник С твердкой Адаптером Прекраснейший Прекраснейший Результат Дальше Второй Набор Отвертка С насадками 6 в 1 Тоже самое Я уверен Давайте посмотрим Какой сплав Здесь Как он себя Поведет Ну Здесь поприятнее Конечно Держать Пластик Такой же Дерьмовый Опять же Видно Что сделан Из переработки Эта головка Тоже Сваливается Так У нас Есть Все таки Да Та головка Была PH2 Здесь Возьмем Обычную Точнее PH1 Была та Головка Поэтому Она слизалась Возьмем Здесь Головку PH2 И проверим Здесь металл Уже так Выглядит Посуровее Он матовый Матовый Как на Вирпуле Или Таких Нормальных Битках Давайте Заценим Да Здесь Он ведет Себя Получше Но При прокручивании Нет При небольшом Усилии Ее повело Металл Такое же Дерьмо Ну Как бы Я ни на что Не надеюсь За 50 рублей Набор Купить Но Я про что Хочу сказать Вот Если видно Здесь уже Лопасти Наклонились Отвертки Если их можно Лопастями назвать Превратились В спираль Короче говоря Тоже Этот набор Ужасен Его мы тоже Сразу Выкидываем К чертям А вот Отвертка Да Как раз Не проверил Здесь Нет Магнитного Держателя Точнее Он есть Но Вялый Как бабкина Жопа Вот Ну Как бы Вам может быть И не видно Но здесь По ощущениям Никакого Щелчка Не происходит Вот он Еле-еле Так Он делает Не вываливается Да и бог с ним Ладно Короче говоря Отвертка Адаптер Еще одна В плюс Не знаю Насколько ее хватит Хотя бы не болтается Да Вы заметили Не так сильно болтается Как в этой Потому что здесь тоже Вот как у бабки Все Не люблю бабок Так Идем дальше Пассатижи Мастер Хэд 15 сантиметров Все В упаковках В оригинальных Но Тут Это Это Пиздец Конечно Во-первых Они Блядь Они ужасные Я не хочу Работать Таким инструментом Никогда В жизни Я лучше Сдохну Короче говоря Они все Кривые Обратите Внимание На ручки Видны Следы Клея Притом Блядь Это стопудово Какой-то момент Притом Он еще и крошится Фу Блядь Гадость Губы Пассатиж Сжимаются Не до конца Сами губы На торцах Не обработаны Блядь После литья Нормально Ну После Того Как их сделали Они Слесарно Не обработаны Поэтому Они не сгибаются До конца То ли из-за ручек То ли из-за кривизны Вообще Всей Конструкции Ой Блядь Ужас Ладно Давайте попробуем Че-нибудь Кусануть Каненые саморезы Кусать не будем Что у меня здесь есть Что у меня здесь есть Рубовый кусок Здесь совсем мягкий припой Ну и небольшой кусок провода Ладно Так Как они кусают Давайте заценим Оставляют Небольшую мотню За собой Но в принципе Кусают В сатиже За 50 рублей Если вам надо Откусить пару сантиметров Провода Зачистить его Вполне себе Да Даже странно Зазор Есть У них небольшой На просвет Не знаю Увидите или нет Не понятно Так Кусают они нормально Губы сведены Вроде более-менее Кое-как Дальше Попробую Выручить ручки Дело не так Жестко Держать Потому что Ну Это проблема У всех дерьмовых Пассатиш Когда ты что-то Ими держишь У них постоянно Прокручиваются Ручки И происходит Вот такое Это пиздец Как бы Ну что это Мне неприятно Работать Таким инструментом Это ужасно Так Металл Они все кривые Господи Что это Металл Я их тестить не буду Потому что И так понятно Что он такой же Как и прошлые Головки Голова еще Покусающая Голова мягкая Совсем Кусается Пальцы Зубами перекусить Не в счет Попробуем Откусить гвоздь Обычный Гвоздь Из Гвоздевого Металла Блин Нет Тут уже все Тут во-первых Погнулась Ручка Так будет Больше видно Просто от усилия На обычный гвоздь Хотя Хорошие Инструменты Гроссовские И так далее И подобное Когда я дарил Другану И сам удивился Пассатиши Они кусают Гвозди Шпильки Вообще Ток в путь Как масло И не отдают В руку Тут Как бы Вот это вот Смехотворное Дерьмо Оно Очень смехотворное Ладно Попробуем перекусить Интересно Что быстрее Произойдет Сломается ручка И гвоздь Все-таки перекусится Потому что губы Уже затупились Я даже в другое место Немного подвину Даже больше К началу Чтобы усилия Побольше было Нет Нет Не выдерживает Тест Как бы Металл Тут везде Просто полный Пиздец Пассатиши За 50 рублей В губах Теперь Нихуйская Такая вмятина Короче Они отправляются На помойку Ни в какую Вообще Никуда не годятся Так Дальше у нас Что Набор хмутов Набор хмутов 12 штук За 50 рублей Они-то В принципе Должны быть Нормальные За эту цену По большому счету Вот так По чесноку 50 рублей За хмуты Давайте посмотрим Как они себя Поведут Выберем Один Какой-нибудь И затянем Его на Длинной пробке Так Нужна Из того же набора Дерьмов Заметьте На что-то он годится На один раз Может быть Пади и хватит Так Хмуты Хмуты Кое-как он идет С горем пополам Крутить его Дико неприятно Потому что Видно что все кривое Как бы этим и грешат И всякие продавцы На рынках Продавая дерьмовый крепеж Что я тоже Очень не люблю Крепеж тоже Знаете ли Бывает разного качества Когда вы приходите Покупаете у чувака Саморез за 200 рублей Килограмм И саморез за 100 рублей Килограмм Это неспроста Ну по крайней мере Не всегда Неспроста Потому что за 100 рублей Они могут быть Очень Очень Дерьмовые Ну это я грубо говоря Сказал цены Так Ну хмуты Работают В принципе Что от них требуется Стягивают Как надо Какой-нибудь шланг Прикрутить Прикрутить Закрутить в тачке Если вы сломались А рядом Этот магаз Сейчас Хватит Хмутов Хмуты За 50 рублей Нормаз Пойду В принципе В принципе Так Что у нас дальше Набор изолент К изолентам У меня на самом деле Особое требование Потому что Много разных видов Я их проведал Много чего Перекрутил Изолентами В том числе Всякие бомбочки А вот именно К бомбочкам Особое Качество Изоленты требуется Чтобы она тянулась Это не надо При минус 20 Чтобы выполнялось Это качество Ну тут Более-менее Просто бывают Очень-очень Сраные изоленты Которые Лопаются При малейшем усилии Вот это Я скажу Что она Дерьмовая Но хоть как-то Вообще Вывозит Свою цену То есть Заизолировать Опять же Получится Ну это Расходник Она рвется Она короче Говоря Лопается Очень быстро Не такая Тягучая Как хотелось бы Но за 50 рублей Ладно Живи Я ее Вот на середину Положу То что у нас Все говно На полу валяется То что у нас Более-менее Выжило Нет Давайте даже так Вот это На середину Потому что Здесь ровно Половина Того Что необходимо Хмуты Нормаз Идем дальше Так Он распрогрелся Пистолет Блин Мне хочется Как китаец Сделать Короче Из него Вот так Вот Чтиль Блин Чтиль Маленький Пистолетик Мать твою Он игрушечный У меня не помещается Рука Если только Вот так Вот так Делать Так Вот И как видите Я 10 раз Нажал Капля Как была Так Она и Хотя Вот если Вот так Нажимать В принципе Что-то Из него И выдавливается Так Мне сейчас Надо Приклеить Проклеить Контур Хватит ли Нагрева Элемента Чтобы Я успел Нет Все Пиздец 7 сантиметров И все На этом Кончается То есть Не справляется Нагревательный Элемент Качество Клея Проверим Вот таким Вот образом 7 сантиметров Это максимальный Максимальная Длина Непрерывного Шва Клеевого Которого Вы можете Выдавить Этим Пистолетиком Потом Приходится Ждать Потому что Он не успевает Его нагревать Окей Хорошо Пистолет Говно Полное Притом Вообще Не стоит Тратить на него Бабки Давайте Посмотрим Не изолентам Руки Чего ты Молчишь Здоров Так Короче говоря Что у нас Тут Еще Осталось Где Параша Вот Параша Влезет ли Она Сюда Открыть Влезет Откроем Пистолет Посмотрим Что у него Утри Что же За Катяшку Они туда Засунули И Почему Она Не справляется Настолько Опять же Не хочу Сказать Что Я Эксперт В инструментах Я Просто Чувак Который Периодически Берет Инструменты В руки Делает И У меня Есть Своё Мнение Насчет Качества Насчет Приемлемого Качества Инструментов Поэтому Я Решил Поделиться Своим Мнением С вами Так Стержни Кстати Для пистолета Тоже Идут Отдельно Тоже Мастер Хенд Сколько Их там 10 штук 200 мм Тонюсенькие Какашечные Стержни Давайте Посмотрим Что внутри У этого Пистолета Блять Так У нас Здесь Совмещенная Жало Из Какого-то Дюраля Походу Дерьмовенького Металла В принципе Это больше И не надо На самом деле Система Подачи И Сам Нагревательный Элемент Блять С одной Стороны От всей Системы Находится И состоит Он из Из чего Он здесь Стоит Получается Из двух Пластинок Медных И Вот этого Материала Какого-то Полупроводника Который Нагревается Походу Или не знаю Не полупроводника Как это называется Короче говоря Из какого-то Материала Который Нагревается Блять За счет Того Что через Него Проходит Ток Ни о каких Спиралях Мы здесь Речь не ведем Нагрев ведется Только с одной Стороны Нагревая Вот весь Этот Металлический Носик То есть Когда он Охлаждается По сути Надо еще Ждать Чтобы вот Эта маленькая Пиздюлинка Справилась Со всем Клеем Для удобства Работы То есть Если вам Надо проклеить Какой-то Периметр Побыреку Пока Клей не застыл С одной стороны У вас Это не получится До свидания Пистолет Приятно Было Познакомиться Проверим Качество Клея Ну В принципе Не знаю Даже Как судить Дерево Пыльное Было Клей Как по мне Не такой Прочный Как хотелось Он Слишком Резиновый Он Не Становится Твердым Потому что Обычный Клей Для Клевых Пистолетов Он Тверже Чем Этот Как Мне Кажется Этот Слишком Резиновый Не Знаю Может быть Для Каких Нибудь Качеств Шва Когда Он Должен Быть Наполовину Мягкий Типа Герметичный Можно Можно Использовать Его Как Герметик Для Какого Нибудь Говна Но На Прочность Короче Говоря Надеяться Не стоит Отстой Волнейший Отстой Мне Не нравится Даня Крастер Говорит Не Хочу Так Идем Дальше Паяльник Пока Я Буду Смотреть На Пинцеты Сороковатный Паяльник Тоже Заценим Как раз Вот здесь У нас Есть Припой Чутка Припоя Мы Попробуем Залудить Кусочек Провода Как раз Который Мы Кусали Здесь Во всю Горь Пока Он Пусть Греется Сорок Ватт Нормальному Паяльнику Пару Минут Хватит Чтобы Нагреться До Нужной Температуры Все В помойку У нас Остался Паяльник И набор Пинцетов Пинцеты Это Вот такой Инструмент Не должен Отличаться Какой-то особой Прочностью Но все-таки Качественность Качество Этих Инструментов Хотелось Чтобы Присутствовало Потому что Когда Выполняешь Мизерные Работы Малейшие Косяки Они Высаживают Очень сильно Так Ну Металл Днище Не знаю Чем Фу Паяльник Воняет Мочой Откуда Это Из него Воняет Это Еще Не успел Нагреться Фу Блядь Как бы Я Много Паяльников Перепробовал Перевтыкал Когда Точнее Переблядь Переобжигал Когда Начинал Ими пользоваться И они Ни один Из них Так не пахали Ужасно Сниматель Изолент Как используется Короче говоря Пинцетики Что мы Получаем За 50 Рублей 4 пинцетика Будем Ими Пинцетить Вот эти Штучки Пинцетит Нормально Ну Ладно В принципе Их можно Подточить И Хватают Они Более Менее Да Пинцеты Уж Пинцеты Должны Справляться Своей задачей Что Сложного Сделать Нормальные Пинцеты Сталь Правда Дерьмовая Она Стопудово Устанет Через Какое-то Количество Раз Но Мне кажется Слишком Большое Количество Чтобы Можно Было Протестить Сейчас В прямом Так Скать В Реал Тайм Так Ну Ладно Пинцет Это уж Хотя Они Очень Тугие Из-за Того Что Их Окунали В Изоляцию Таким Окунательным Методом У них Образовалась Капля Вот Здесь Поэтому Они Блять Тугие Очень И Только Это Не Очень Удобно Поэтому За Это Пинцет Минус Ну Они Пинцетят Черт Возьми Это Удивительно Итак Паяльник До сих пор Воняет Мочой Китайский Поход На Салп И У меня Такое Ощущение Что Не Нагрел Сейчас Попроверю У меня Как раз Есть Кислота Кусочек Провода Ладно А Да Пассатижи У нас Выпали Так что Ладно Подзависим Стрипер Совковый Стрипер Уже должен Длительный Эту Ему Так Пока У нас Паяльник Нагревается Продолжает Жутко Вонять У нас Есть Кусочек Припоя Где-то Здесь Был Который Я Все Обкусывал Этого Хватит Для Теста Макаем Читко Водофосфорную О Он Уже Нагрелся Как Надо Залудим Жало И Да Кое-как Он паяет Возможно Слишком большой Диаметр Олова Для того Чтобы Именно Для этого Жало И Для этого Паяльника Поэтому Он так Медленно Его плавит Но Тем не менее Да Он работает Он не Умер Сразу Как Молоток С первого Удара С первого Провода То есть Что-то Опять же Починить Побырику Если Вы паяете Постоянно Ни в коем Случае Как Первый Инструмент Если Вы серьезно Хотите Заняться Пайкой Не покупайте Потому что Это Ну Сто пудовое Днище На следующий День Вам придется Опять же Идти в магаз И покупать Что-то более Нормальное Не в тот же Магаз Я повторяю Так Провода Мы залудили Провод Один Он залудился Насколько Его Хватит Я Проверять Не буду Так Что Можно еще Здесь Посмотреть Он стопудово С обычной Нехромной Нитью То есть Ни о какой Керамике Здесь Мечтать За 50 рублей Не приходится Он Залудил Провод То есть Черт возьми Что-то Чинить Можно Давайте Посмотрим Насколько Хорошо Меняется Здесь Жало Да В принципе Можно поменять Жало Здесь Все Красненькое Паяльник Прошел Прошел Тест Хоть Как То Точнее Как Хоть Как То Он Работает Исправно Все В порядке Напрягает Диаметр Провода И У всех Паяльников Здесь Вообще Кто-то Выгрыз Короче Дырку Под Провод Из Формы Чтобы Туда Вставить Его Когда Делали Что Меня Напрягает Это Вот Это Отверстие Потому Что Постоянно Провод Мотыляется И Рано Или Поздно Потому Что Там Контакты У Проводов На Из Нихрома Провода Они Не Спаиваются То есть Приходится Закручивать Рано Или Поздно Отрывается Провод То есть Мне Хотелось Бы Какую Нибудь Затычку Я Постоянно Делаю Затычки Вот В Это Место У Паяльников Чтобы Они Не Подыхали Рано Так У Нас Что Получается Паяльник Хорошо Себя Повел Пинцеты И Хомуты Из Дести Так Это Стержни Мне Не Понравились Они Дерьмовые Из Десяти Инструментов У нас Получается Нормальных Три И то Одни Это Расходники Пятидесяти Рублей В принципе Это Надеялся На самом Деле Какое Качество Может быть За Пятьдесят Рублей Никакого И Что Я Хочу Вам Сказать А Не Покупайте Дерьмовые Инструменты Старайтесь Работать Хорошими Потому Это Во первых Приятно Самому Когда Ты Что Делаешь Хорошие Вещи Тогда И Получается У тебя Все Качественное И Отлично У нас Во второй Категории Которые Более Менее Справились Со Своей Задачей Ну Блять Даже Нет Молоток Не Знаю Куда Это Пиздец Гвоздодер Нет Молоток Нахер Так Не Пойдет Это Слишком Халявно Молоток Не Прошел Наполовину Прошли У нас Вот Эти Отвертки Потому Что Они Держат Питки Ими Можно Открутить Поэтому Эту Я Пожалуй Оставлю Себе Не Знаю Сколько Она У меня Продержится Вот Это Пусть Тоже Живет Набор Изолент Средних По качеству Изолент Которые Все таки Тянутся Но Лопаются Белее При этом Тоже Для чего Нибудь Пойдет За 50 Рублей По 10 Рублей Штучка Это Не Такая Среднячковая Цена И Говеные Стержни Для пистолета Если Не прошел Сам Пистолет Значит Стержни Нам Тоже Нахер Един Вот Такие Вот Пироги Сколько Очков Из 10 Получается 3 И здесь По Половинке Бала 4 С половиной Из 10 То есть Это Считай 2 Оценка 2 По 5 Балльной Шкале Такую Вот Получил Магазин По Версии Крастера Всем Спасибо За Просмотр Пока Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»